И сегодня в Черногорске был введен режим ЧАЭС. Эта тема стала главной на заседании правительства Хакасии. Глава Виктор Зимин поручил в короткие сроки ликвидировать возгорание и разобраться, почему город довел ситуацию до чрезвычайной. Дальше завещание прошло в обычном режиме. Обсуждались вопросы, касающиеся многих сфер. Подробности у Натальи Громашовой. Один из главных вопросов сегодня – это формирование дорожных карт всех сфер деятельности. Только имея четкий план, можно говорить о привлечении финансирования, а значит решении проблем. За 6 лет планируется выполнить мероприятие на общую сумму около 54 миллиардов рублей. Что предполагается сделать? 17 детских садов и ясли, из них 3 капитальный ремонт, 15 школ, 3 капитальный ремонт, 57 фельдшерских пунктов, 11 полигонов твердых коммунальных отходов и один мусороперерабатывающий завод. Особое внимание сегодня дорожной карте Багратского района, который находится на последних позициях по социально-экономическому положению. Выход из затяжного кризиса видится в новой программе инвестиционной привлекательности территории. Уже создана рабочая группа, которая анализирует ситуацию и оценивает ресурсный потенциал района. Есть и первые положительные результаты. Отмечу исполнение вашего поручения о погашении долгов по заработной плате работников в бюджетной сфере Багратского района. Долгов по заработной плате в отношении указанной категории работников нет. В части другого вашего поручения о строительстве Дома культуры в селе Первомайское управление финансов района подтверждает выделение лимитов в размере 500 тысяч рублей, что позволяет произвести экспертизу фундамента. Развитие ждет и железнодорожную инфраструктуру. Этот вопрос уже обсуждался в рамках совещания комиссии топливно-энергетического комплекса при президенте России. Участвовал в нем Виктор Зимин. Я делал доклад о развитии южного хода Транссиба. Наконец-то дотянулись руки у федерального центра до решения этих проблем и задач. Почему для нас супер важно было это. Угольчики развиваются быстрее, чем транспортная инфраструктура. 2 августа будет заседание еще раз комиссии. Я поддержал РЖД в той части, чтобы выделение средств было не за счет тарифов, а за счет федеральных ресурсов. Завершилось заседание на приятной ноте. Глава дал поручение правительству сформировать оргкомитет по подготовке празднования знаменательной даты – столетия ВЛКСМ. Напомним, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи был создан 29 октября 1918 года. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Администрация Читы просит о помощи. С начала июля Забайкальский край борется с наводнением. Стихийное бедствие произошло в результате подъема уровня воды в реках Чита и Ингада. Паводок этого года стал самым масштабным за всю историю наблюдений на этой территории. В Чите подтоплены многоквартирные дома, детские сады. Уровень воды достигает крыш легковых автомобилей. 17 улиц города остались без водоснабжения. Во многих домах отключено электричество. Администрация Читы сегодня направила официальное письмо в мэрию Абакана с просьбой о помощи. Реквизиты вы видите на экране. Все поступившие средства будут направлены на ликвидацию последствий наводнения, а также на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Продолжение следует...